Национальная библиотека Республики Коми подготовила презентацию проекта «Здравствуй, родная моя». Этот цифровой архив писен фронтового врача Ивана Чебанова. Над их расшифровкой и озвучиванием работали 37 волонтеров. Ксения Мишарина одной из первых услышала строки из писем. Фотограф говорит, в следующий раз он меня сфотографирует с крыши. Тогда, возможно, и по поводу видеть не будет. И стандарт тоже не видит. Он больше находится сзади на поясе. Так лоб не носит. Такие простые и незамысловатые письма с фронта писал Иван Иванович Чебанов, выдающийся хирург, который спас во времена Великой Отечественной войны сотни человеческих жизней. Уроженец Республики Коми был награжден двумя орденами Красной Звезды и Орденом Отечественной войны второй степени. Сохранить память о герое и передать ее будущим поколениям крайне важно. Когда мы получили цифровой архив писем, мы не знали, кто это такой. И уже в процессе изучения самих писем нам уже он открылся. Как выяснилось, он достаточно известная личность в Республике. Это заслуженный врач Коми АССР и заслуженный врач РСФСР. Очень известный в городе врач-хирург, основатель травматологического отделения Республиканской больницы. Над проектом трудились 37 добровольцев из Москвы, Ростова-на-Дону, Сызрани, Ставропольского края, Саратовской области и, конечно, Республики Коми. Главная сложность заключалась в почерке Ивана Ивановича. Том самым хирургическом и непонятном. Да и не все письма сохранили свой первоначальный вид. Однако с помощью специальных компьютерных программ и правильной цветокоррекции удалось распознать стершиеся с годами чернила. После этого письма озвучили. Среди них записки, телеграммы и открытки. Каждую он посвящал своей жене, Ольге Степановне. Писал фронтовой хирург практически каждый день и очень часто говорил «Еще немного, и мы победим». Благодаря усердной работе целого коллектива подвести первые итоги по расшифровке писем удалось за 10 месяцев. После чего специалисты библиотеки презентовали проект для учащихся колледжей и лицеев города Сыктывкара. Побывали и на родине врача, в Визинге. Здесь он жил и работал до того, как ушел на фронт. Мы ездили в некоторые районы, очень тепло нас встретили в Визинге. Было очень много учеников, студентов, которые узнали много нового о своем земляке. И для них это было в новинку. А для нас открытие, что все-таки их местная история не настолько развита. Мы общались с крейведом местным, который также нам поведал интересные факты о Иване Чебанове, что позволило нам составить более полную картину о его жизни. Расшифрованные и оцифрованные письма Ивана Чебанова размещены на сайте Республиканской национальной библиотеки. На сегодняшний день их 30 из 264. Работа над проектом продолжается. Специалисты говорят, в этом опять нужна помощь волонтеров. Призывают к участию подрастающие поколения. Ведь это не просто письма, а целая фронтовая история.